Крестный ход вокруг Сретенского храма Самара. Сегодня здесь престольный праздник. Сотни верующих пришли на богослужение. Сретение Господне переводится славянского «встреча», «человека с Богом». В народе говорят еще и встреча зимы с весной. Солнце уже светит по-весеннему, хотя от погоды можно ожидать еще и февральских сюрпризов. Солнце на лето, зима на мороз. Так говорили в народе о празднике Сретения Господне. Считается, что это день астрономического начала весны, поскольку световой день прибавляется уже буквально на глазах, но и зима отступать не хочет. Начинается время февральских метелей. В основе праздника – евангельский сюжет о том, как на 40-й день по Рождестве Дева Мария принесла младенца Христа в Иерусалимский храм. Там его принял на руки старец Симеон, который, согласно Библии, прожил на свете 360 лет. И большую часть из них он ожидал пришествия Мессии. Подобные встречи происходят в жизни каждого христианина. Сейчас я вспоминаю это с трепетом, когда произошла моя встреча с Богом. Я очень рада, что Господь привел меня к себе. Я считаю, что нужно храм приводить, начиная с детского возраста, потому что это очень важно – воспитывать будущее поколение, чтобы они ходили в воскресные школы, чтобы они ходили на божественные литургии. Праздничные богослужения в этот день проходят во всех православных храмах. И особенно много среди прихожан молодых людей. 15 февраля отмечается еще и Международный день православной молодежи. Дата выбрана не случайно. Именно для школьников и студентов важно прийти к пониманию божественной истины и совершить свою встречу с Богом. Будем меняться в лучшие стороны, значит произойдет эта встреча. И будем молиться тоже, Господь посетит своей благодатью. Главное, чтобы мы изменились. И тогда обязательно эта встреча произойдет с праздником. Как и все великие праздники, Сретение празднуется несколько дней. В Самаре центральным событием торжеств станет форум православной молодежи, который начнет работать 17 февраля. Олег Зверев, Максим Гусев, События.